Мой друг, если ты искал реальный этап Tour de France, то, к сожалению, тебе не сюда. Но если же ты всё-таки желаешь посмотреть, как проходит виртуальный Tour de France в одноимённой игре, то милости просим и приятного просмотра. Моё вам почтение, дамы и господа, и добро пожаловать на Tour de France 2020, проходящий в одноимённой компьютерной игре. И сегодня нам с вами предстоит преодолеть 21-й этап, который будет проходить из Ман для Жоли до Парижа, до Елисейских полей, дорогие друзья. Последний этап, спринтеры заберут здесь последнюю победу, ну а мы порадуемся нашей победе. Присаживайтесь поудобней, остановок не будет. Меня по-прежнему зовут Николай, и мы в Париже, дорогие друзья. Собственно, вы видите, что в Париж мы с вами привезли две майки, жёлтую и зелёную. Кто-то скажет, что я уже не тот, и что в предыдущих своих заездах на Грантурах я привозил все четыре. Но, во-первых, здесь мы все четыре и не привезли, потому что претендента на белую майку в нашей команде в принципе нет. А Берналя из этого зачёта потеснить как-то, ну очень и очень сложно. Ну а за горох мы боролись, вы сами видели, но как-то потом или Нур не потянул, или Егита был слишком хорош. Кстати, мы только что проехали Эйфелеву башню, если кто-то не заметил, то сделайте скорость на 0.25 и отмотайте чуть-чуть назад. Собственно, сейчас вы увидите процесс записи каждой серии. То есть вот так вот примерно проходили все мои этапы. То есть я проматывал до какого-то определённого момента, а потом в развязке, собственно, и начинал играть. И сейчас, дорогие друзья, я вам покажу способ, как можно выиграть этап на Елисейских полях за любого гонщика. Конечно, я обещал, что не прибегну к этому способу за Эльнура Закарина, даже если мы не сможем на 20 этапе перехватить жёлтую майку. Но про Трантина-то я ничего не говорил. А забрать победу на последнем этапе, конечно же, хочется. И сейчас, ребят, просто смотрите и запоминайте, как это делается. А делается это очень легко. Берётся любой человек со спринтом больше, чем 0. Ну, ладно, не больше, чем 0. Больше, чем 50. Давайте так. А больше, чем 50, это, в принципе, любой спринтер в этой игре, поэтому... И затем делается очень простая инсинуация с ним, собственно. Сейчас мы будем начинать последний круг. И посмотрим поподробнее, что нужно сделать. Давайте сейчас будем выезжать. Тут немножечко, извините, пролагала игра. Из-за этого вам немножечко ушки порезало. Собственно, вот он Закарин в жёлтой майке, красавчик наш, а? Ты посмотри. Который мы отобрали. Если вы не видели предыдущий этап, дорогие друзья, и пришли только на последний, то я вам советую посмотреть, потому что... Если вы не смотрели предыдущий этап, то считайте, вы не видели моего Тур-де-Франц. Итак. Выходим мы вперёд за Трантина. С нами тут Йонас Кох, наш верный, развозящий. Вот, реально. Все же будут помнить, да, Закарин выиграл, Трантин там взял зелёную майку. И никто не вспомнит, что Кох развозил. Мало кто вспомнит Шера, который увозил Закарина на третьем или на втором ли этапе. Я, честно, не скажу уже на каком. По-моему, всё-таки на третьем. На Коль-Дейзе. Мало кто вспомнит Демарки, как он работал. Мало кто вспомнит Хирта. Вана... Ну, хотя нет. Вана Вермонтов вспомнит как победителя этапа. Мало кто вспомнит Гешки. Который защищал, собственно, наших капитанов, не щадя себя. Ну, мы-то будем их помнить, дорогие друзья. Я надеюсь, по крайней мере, на это. Итак, вот сейчас Кох. Уверенно возглавляет группу. Защищает от ветра Матео Трентино. На брусчатке Елисейских полей. Это, конечно, не особо решает что-то, я думаю, в этой, по крайней мере, игре. Но... Все равно, чисто для психологии, я думаю, это очень и очень полезно. Пошел немножечко нас охватить Руйкошта. Предпринимает зачем-то попытку атаки Кевин Реза. Зачем? Мы же тебя все равно доберем. Я тебя лично доберу. Иди сюда, родной. Давай, гули-гули. Спасибо. Все, дальше. Смотрите, сейчас мы будем заезжать в туннель налево. С нами пытается поравняться Паскаль Аккерман, как вы, собственно, видите, и главный развозящий Петера Сагана. Кох его тут резко оттесняет, я не знаю. Если что, то это он сам. Заезжаем в туннель, и вот сейчас, запоминайте, едем по самой левой бровке, вот просто максимально близко к леву, но не подъезжая прям вот вплотную к этому, к тротуару. И бах, у нас есть 6 секунд преимущества относительно основной группы, а чтобы вы понимали, 6 секунд выбрать на подобной местности, когда никто уже не спешит вот прям жестко атаковать и развозить, практически нереально. И вот сейчас Кристоф, Деггенкольп и Трентин из такой группы, которая частично уже наускорялась, вы же сможете выиграть спринт? Вы сможете, смотрите. Последний километр, и вы начинаете ускорение. И вас никто даже не будет ловить, потому что, что правильно, смотрите, вот сейчас, раз, группа развалилась, и Кристоф проигрывает уже целую кучу времени. Можно даже побаловаться, вот так вот, выбрасывая велосипед и финишируя даже без применения каких-либо усилий. Закарин 400 метров уступает. Зараза, если ты сейчас желтую майку потеряешь, мне же придется переигрывать, и зря я, что ли, все тут эти пафосные комментарии давал. Ну-ка, давай-ка, не проигрывай, пожалуйста. Дорогие друзья, извините, маленькая техническая неурядица. Маттео Трентин выигрывает этот этап, как и много раз до этого. По-моему, сколько у него побед было? Шесть. По-моему, это шестая его победа, одна была у Ван Авермата. И еще три по ходу этого тура забрал Эльнур Закарин. Здесь у него на Коль Дейзе. Еще на одном из этапов. И разделка. Доля Планш Дебельфей. Ух! Все-таки не отдал Эльнур. Надеюсь, что в реальности когда-нибудь такое тоже произойдет, что на Елисейских полях наградят Эльнура Закарина. Эльнур, если ты как-нибудь это увидишь, с днем рождения, лечись быстрее. Я за тебя тут выиграл, жду от тебя ответный шаг. Все. Матео Трентин, обладатель зеленой майки, просто какая-то невероятная машина у нас был Матео. Никто его не мог победить. И закономерная зеленая майка, шесть побед на этом туре, вспомнил свои лучшие времена на Вуэльте, как мне кажется. Гороховая майка и Серхио Гита, дорогие друзья. Молодой колумбийский гонщик. Заслуженно, по-моему, ее забрал. Он, как и Пус, в прошлом году у меня в прохождении тура за Инуос. На последних этапах резко начал набирать очки и в итоге отобрал эту гороховую майку у нашего капитана Эльнура Закарина. Ну и белая майка на плечах Эгана Берналя, который потерял майку за один этап до Парижа. Майку желтую, если честно, если быть точным. Ну и он довольствуется тем, что у него есть белая. Пока что не его время. В реальности он вообще сошел так, что хотя бы белая, пускай на его плечах побудет. Что же, сразу три достижения нам тут выдают. Очень рад наш спортивный директор Закарин в итоге проиграл 38 секунд на этом этапе. Вот раздолбай, а. Отмечать уже начал. Но в итоге все равно 20 секунд у нас остается относительно Эгана Берналя. И он не смог ничего сделать. В третьем в итоге заехал, кстати, Пино. Я думаю, на радость местной публике. Ну, хоть где-то. Хоть где-то Эльнур все-таки взял свой гранд-тур, как, собственно, гласил его потенциал в начале карьеры великого русского гонщика. В Горохе. Игита уверенная победа. Так же, как у Тарантино в зеленой майке. Тут буквально 160 очков практически. Так что никто бы точно не подвил нашего итальянского гонщика. Берналь лучший молодой. Это, несомненно, лучшая команда Education First. Ну, а Супер Комбатитив Классификацион должен выиграть... Кто же у нас в итоге ее заберет? Микель Валгрен. Кстати, неожиданно, не очень много он ездил по отрывам на моей памяти. Но все равно. Демарки здесь 14-й. Поехав в отрыве. 345 километров. Ну, то есть, по сути, два этапа примерно. Он у меня уезжал в отрывы. Ну, что же. Это путешествие закончилось. Вот такие вот его итоги, дорогие друзья. Скриньте, отправляйте Ленуру в директ. Вот такие вот у нас результаты. В итоге открыли мы какую-то гонку. Это уже не важно. Я же вам хочу сказать спасибо, дорогие друзья, за просмотр. За то, что вы преодолели всю эту дистанцию со мной. Надеюсь, что вам понравилось. Если так, то мы еще что-нибудь подобное организуем. В этой игре и в Procycle Manager. Ну, а пока... Спасибо, что ли, всем за просмотр. Меня по-прежнему звали Николай. Не знаю даже, что сказать. Хочется еще что-то, но... Как-то... Слова не могу подобрать. Если честно, очень рад. Все. Сейчас заплачу. Спасибо всем за просмотр. Ну, а пока... Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok